Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня мы хотим представить вам новый технический индикатор, который теперь доступен в личном кабинете трейдера. Речь идет об индикаторе «Совокупная позиция рынка». Для того, чтобы получить доступ к нему, необходимо в личном кабинете в разделе «Сервисы» выбрать «Совокупная позиция рынка» и кликнуть левой кнопкой мыши. После загрузки основной функциональной области вы сможете увидеть рабочую среду индикатора «Совокупная позиция рынка», который представляет собой анализ открытых позиций и отложенных ордеров по основным валютным парам. Как вы можете заметить, в этой функциональной области есть возможность выбрать конкретную валютную пару. В данном списке представлены наиболее ликвидные валютные инструменты, а также выбрать конкретный таймфрейм. Также у вас есть возможность указать те типы ордеров, с которыми вы хотите на данный момент работать. Это либо открытые ордера, либо отложенные позиции от трейдеров. Как вы видите, таймфреймы представлены четырьмя периодами – 15 минут, 30 минут, 1 час и 4 часа. Каждый из этих периодов соответствует типу торговли – каткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. То есть, если вы каткосрочный трейдер, который руководствуется именно каткосрочным позиционированием, вам достаточно выбрать 15-минутный период. Периоды влияют на диапазон выборки цены. В данном случае мы видим то, что после того, как мы задали по паре евро-доллар период 15 минут, разброс шкалы для оценки расположения ордеров находится между уровнем 1.1270 и 1.1030. То есть, совокупный диапазон составляет около 240 пунктов. Если мы выберем более длинный таймфрейм – 30 минут, шкала позиционирования меняется. И вместо 240 пунктов теперь мы сможем увидеть период более емкий – 1.1325 и 1.0965. То есть, это позиционирование и выборка уже диапазона больше 300 пунктов. Соответственно, если мы выберем самый большой таймфрейм – 4 часа, у нас будет самая большая выборка, которая практически составляет 1000 пунктов. Что касается краткосрочного трейдера, вернемся к нему. 15 минут и выборка примерно в 240 пунктов. В центральной области вы видите актуальную рыночную цену, которая соответствует последней свече рынка после последнего обновления. В данном случае это цена 1.1151. Соответственно, анализируя текущее расположение открытых ордеров, у нас есть две области – Bit Volume и Ask Volume. Ask Volume – это область, где сконцентрированы ордера на покупку. Соответственно, Bit Volume – это ордера на продажу. Руководствуясь в текущей ситуации, можно сделать вывод о том, что основная часть ордеров сосредоточена вот в этой области. Соответственно, речь идет об ордерах на продажу. И если мы посмотрим на текущий момент, что цена 1.1151 находится выше ордеров, которые выставлены на продажу, можно сказать, что эти ордера находятся в убытке. Спустимся вниз и посмотрим на информационную подсказку, которая явно указывает нам на то, что вот эта область фиксирует расположение ордеров в убытке. Ордера в убытке, открытые ордера на продажу ниже рыночной цены. Какой вывод можно сделать, глядя на то, что большее количество ордеров сейчас выставлено на продажу и находится ниже рыночной цены? Руководствуясь традиционным правилом рынка, а именно способностью цены идти по пути наименьшего сопротивления, то есть против основной массы трейдеров, можно сделать вывод о том, что дальнейшие ценовые колебания будут предполагать возможность восходящего движения, чтобы эти потенциальные убытки, которые у нас уже накапливаются по мере восходящего движения цены указанных ордеров, уходили в еще большую просадку вплоть до достижения уровня 100+. Поэтому каткосрочные трейдеры, которые анализируют данные за 15 минут, учитывая актуальную цену, могут взглянуть на расположение позиций и принять решение о наиболее вероятном хождении цены. Поскольку мы сделали акцент на то, что большое количество ордеров сейчас сконцентрировано на продажу, значит, так же каткосрочно можно сделать вывод о том, что с большей вероятностью рынок может сходить еще выше текущего ценового значения. Если вы относите себя к среднесрочному трейдеру, вам необходимо выбрать уже другой таймфрейм. Предлагаем для среднесрочного трейдинга 30 минут либо 1 час. Давайте проанализируем ситуацию на часовиках. Кликаем час. Дожидаемся выгрузки конкретного диапазона. Напомню, что он гораздо шире, чем в случае анализа 15-минутного таймфрейма. И в данном случае у нас есть возможность оценить выборку практически в 500 пунктов. Также видим, что с учетом большей выборки у нас картина становится еще яснее. Огромное количество ордеров по-прежнему представлено вот в этой области. Это, напомню, ордера на продажу, которые находятся ниже актуальной рыночной цены. И опять же, руководствуясь уже обозначенным принципом поведения рынка, велика вероятность того, что дальнейшая динамика рынка Форекс по паре евро-доллар будет предполагать еще большее восходящее движение для потенциального срабатывания стоп-лоссов тех ордеров, которые выставлены в этой области. Что касается долгосрочного трейдинга, то здесь нужно ставить уже самый большой таймфрейм 4 часа, поскольку в случае этого таймфрейма у нас будет возможность оценить выборку в 1000 пунктов. И увидите самую, скажем, позиционную ситуацию, которая складывается по данному валютному инструменту евро-доллар. Напомню, что 4 часа у нас определяют уже выборку в 1000 пунктов, где мы сможем более детально оценить актуальную рыночную ситуацию. Несмотря на то, что подавляющее большинство ордеров у нас по-прежнему на продажу и находятся в убытке, есть большое количество еще ордеров на продажу, которые выставлены выше текущей рыночной цены. Соответственно, ордера этой области свидетельствуют о том, что открытые сделки находятся в плюсе. И снова обращаемся к нашей памятнике, которая также позволяет нам точно понять, что открытые ордера на продажу выше рыночной цены – это ордера в прибыли. Поэтому, в целом, все-таки здесь стоит сделать акцент на объемы, поскольку большая часть ордеров в совокупности представлены все-таки в этой области. Можно сделать вывод о том, что рынок сохранит восстановительный импульс и пойдет против направления толпы. То есть, в ближайшее время стоит ожидать роста евро-доллара выше уровня 11.50. Что касается отложенных ордеров, то для того, чтобы перейти на другой тип ордеров, достаточно переключить вкладки «Открытые ордера» на «Отложенные», выбрать конкретный таймфрейм и валютную пару. В данном случае мы рекомендуем руководствоваться именно четырехчасовым таймфреймом, поскольку он позволяет оценить более широкую выборку и, соответственно, увидеть более объективную картину расположения ордеров на покупку и на продажу через лимитные ордера. Внизу есть также информационная справка, указывающая на то, что же означают те или иные ордера. В целом, информация по отложенным ордерам позволит вам оценить ценовые ожидания клиентов, которые формируют скрытые уровни сопротивления и поддержки. Это также хорошая информация для потенциального анализа, особенно если вы ищете хорошие точки для инвестиционных решений и открытия длинных или коротких сделок. Очень надеемся, что этот индикатор будет вам полезен. Собственно, с нашей стороны мы продолжим разработки и расширение перечня технических индикаторов, способствующих принятию тех или иных инвестиционных решений. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok